Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Финнам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшнего эфира «Умный банк на службе клиента». Сразу много вопросов у меня по поводу этой формулировки, которую сам же я, собственно, и придумал. Ну и на самом деле много акцентов сразу же я хотел расставить в этой небольшой фразе. Но мы сделаем это все вместе, потому что помимо темы, заявленной в эфир «Умный банк», сегодня у меня достаточно умные гости, которые владеют этой темой как минимум. Итак, я с удовольствием их представляю. Сегодня в студии Сухого Остатка Евгений Козлов, директор по маркетингу «Юбанк». Добрый день, Евгений. Добрый день. И в студии Константин Лось, менеджер по инновациям «Промсвязь банка». Добрый день, Константин. Приветствую. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашему эфиру. Как всегда, для этого есть следующие возможности. Телефон прямого эфира, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.фм». Вы можете позвонить или написать нам на сайт. Мы с удовольствием озвучим ваши вопросы и ответим на них. Традиционно, когда мы говорим о взаимоотношениях банка-клиента, очень хотелось бы знать и ваше мнение, слушатели «Финам.фм», насколько активно вы вообще пользуетесь этими услугами, услугами так называемого «умного банка». Ну что ж, давайте начнем. В принципе, Жень, может быть, начать как раз с постановки вопроса. Что такое «умный банк», если это не некая метафора, которая связана с тем, что, я не знаю, председатель правления этого банка человек неглупый. Нет, на самом деле, это понятие очень такое большое и расширенное. И, как правило, указывает на то, что банк, во-первых, готов к клиентам. И «умный», наверное, здесь больше имеется в виду смартфоны, то есть смартфон, и поэтому смарт-банк имеется в виду. Поэтому насколько банки готовы к современным реалиям, к современным гаджетам, которые люди используют. Буквально на днях пришло событие о том, что в России стало продаваться больше, например, смартфонов, чем обычных мобильных телефонов. И это говорит о том, что в течение следующих пары лет большинство людей, которые проживают в нашей стране, они будут выходить в интернет уже со смартфонов. А, кстати, для вас, как для представителей банковского сообщества, это позитивная новость, что смартфонов больше продаются, чем телефонов? Для нас да. Да? Конечно. Именно потому, что мы говорим о «умном банке», прежде всего о том, который использует высокие технологии. Костя. Да, безусловно. Очень важно, что люди несколько скорректировали уже свое потребление банковских услуг. У них появляется возможность выходить в интернет не только со стационарного компьютера, но и в пути, и, соответственно, решать свои повседневные задачи, пользуясь мобильным устройством. Конечно же, перевод клиентов в каналы удаленные – это прогресс. И сейчас мы уже конкурируем не только в плане отделений, но и в плане мобильных решений, которые предоставляет банк. Конкурируете, в смысле, друг с дружкой, да? Банк с банком имеется? Со всеми. Ну, то есть, по сути, мы там конкурируем не только с банком, но и вот с коллегами, например. Наверное, с нами в том числе, конечно. Ну, здесь тогда стоит уточнить, давайте, да? Мы говорим о том, что Костя представляет, ну, классический вариант банка, да, промсвязь банка, а Женя представляет некую… Юбэнк, да, то есть прослойка, да, между банком и клиентом. Такой удобный интерфейс для работы с любым банком, в принципе. Расскажи поподробнее, пожалуйста, о чем речь. Ну, мы представляем такое мобильное приложение, которое позволяет удобно и просто пользователю оплачивать различные счета, поступающие там ежемесячно, это за квартиру, за мобильный телефон, например, за домашний интернет. Ну, там куча всего, там больше, там, двух тысяч платежей можно осуществить. Двух тысяч? Ну, да, больше, там, двух тысяч. Сюда, действительно, большое количество тех получателей, которые могут это сделать. И это могут сделать пользователь любого банка, просто подключив свою банковскую карту или пополнив счет наличными. Я так понимаю, кстати, у вас есть, естественно, да, мобильная платформа вашего банка, которая предлагает вашим клиентам то же самое. Ну, по сути, да, у нас у пользователей есть возможность оплачивать большинство счетов, я не знаю, две тысячи. Вот я тоже сейчас давал. Больше, меньше. Я не знаю, откуда просто столько счетов. Ну, наверное, я так понимаю, вот этот классический коммунальный платеж, он просто разбивает. Там же есть у нас, да, за теплую воду отдельно, за холодную отдельно, за домофон. Ну, не совсем так, просто в каждом регионе свои же получатели этих всех платежей и многих новостроек, например, для банка бывает проблематично добавить там новые сервисы, которые появляются там. Ну, не так часто они делают это. В нашем случае мы добавляем там много новых сервисов. А почему, кстати, в вашем случае это логично или это рентабельно, давайте уж так, бизнес-изыком, а в случае классического, в том, не рентабельно? Честно, к нам приходит много запросов от пользователей, которые пользуются нашим сервисом, и мы актуально одержим как раз базу данных именно тех сервисов, которые актуальны, и помогаем пользователям оплачивать эти услуги. То есть получается, что вы ближе к народу, да, оперативнее реагируете? С какой-то точки зрения, да. Просто для того, что наши все клиенты, которые пользуются нашим приложением, они уже готовы к мобильности, они уже пользуются нашим приложением, и они, ну, готовы нам подсказать, чего у нас не хватает. Я думаю, что клиент, который использует интернет-банкинг, он тоже в какой-то степени, да, парень мобильный? Несомненно. И готов к этому, да, Кость? Ну, просто на самом деле мы сейчас объединяем, наверное, понятие интернет-банкинга, да, то есть нельзя сказать, что мобильный банкинг, он не интернет, да, и там то же самое планшетный. Просто мы сейчас говорим о том, что следующим этапом эволюции развития интернет-банка фактически функционал уже дублируется, просто он адаптирован для того или иного устройства. Конечно же, те, кто пользуются услугами нашего банка, они тоже и готовы, и предлагают какие-то улучшения, и мы внутри тоже очень активно развиваем. Поправьте меня, если это не так. Мне показалось, что даже не два, ну, как классический вариант, есть банк, да, как структура, предоставляющая услуги, и есть, естественно, клиент как потребитель этих услуг. Мне показалось, есть еще третья точка, важная точка, да, то есть я со стороны клиента, во-первых, воспринимаю это все, дальше я смотрю, да, как банк это воспринимает, а есть еще третья точка, это непосредственно мобильные носители, да, то есть как они воспринимают те или иные веяния времени. Вот с ними тоже приходится каким-то образом, ну, я не знаю, договариваться или подстраиваться под то, что происходит. Ну, в том числе, разумеется, мы изначально мобильное приложение, в первую очередь, и у нас есть, конечно же, онлайн-сервис, где можно проделать те же операции, но мы видим, что количество мобильных пользователей у нас, конечно, ну, превалирует над теми, кто это делает в онлайне. И это один из тех показателей, по которым можно судить, что, действительно, эта услуга востребована, и есть пользователи, которые уже готовы ей пользоваться и употреблять такого рода сервис. И действительно, есть требование такое на рынке, что люди хотят делать многие операции, уже не подходя к своему компьютеру, а делать это, там, не знаю, в автомобиле, пока они едут, там, по пути где-то, когда у них есть время, там, они в очереди стоят, вместо того, чтобы играть. Ну, подожди, в автомобиле все равно же, я не просто, нажав на кнопку, на, ты знаешь, на торпеде, что называется, совершил интернет-платеж, все равно у меня какой-то гаджет же есть там, наверное. Нет, ну, конечно же, смартфон необходимый. Мартфон. Конечно. Это да. Кость. Ну, у меня складывается впечатление, что сама, не знаю, постановка вопроса, она, как бы, очень, очень интересна, в том смысле, что, вот, у нас есть некий, некий предел того, что может на текущем этапе сделать мобильное устройство само по себе. То есть мы сейчас вот со стороны мобильного устройства говорим, да, ни со стороны клиент, ни со стороны банка, а именно вот с этой, ну, тем не менее, давайте прервемся, новость послушаем. Новость. Итак, друзья, мы продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.фм, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. Евгений Козлов, директор по маркетингу Юбанк, и Константин Лойц, менеджер по инновациям Промсвязьбанка. Говорим мы на тему умного банка, который служит клиенту, служит он клиенту, правильно вообще постановка вопроса, Жень? Банк служит клиенту? Ну, я думаю, что большинство банков хотят служить клиенту, но, может быть, не у всех получается. Понятно. Раз, судя, такое большое количество банков и... Ну, то есть есть конкурентная среда, что называется, да, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Итак, вот на эту тему мы ведем сегодня беседу. Я еще раз напомню, уважаемые слушатели, телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Присоединяйтесь к нашей беседе, звоните, пишите, ну и поделитесь собственными мыслями на этот счет. Ну вот, в частности, на ваш взгляд, служит банк клиенту и решает какие-то свои задачи. Ему на клиента очень часто, очень часто, ну, в общем, как-то он к нему по-другому относится очень часто. И поделитесь, да, кстати, примерами из собственной жизни, если это возможно, пользуетесь ли вы технологиями умного банка. Ну, прежде всего, да, мы уже говорили, речь идет об интернет-банке, а дальше уже больше-больше и в дебре. Кость, ты как менеджер по инновациям, естественно, знаток этих самых дебрей, да? Я еще раз хотел бы подчеркнуть, вот на мой взгляд, такая картинка, я себе тут как раз нарисовал на бумажке. Смотрите, у меня получился такой треугольник. С одной стороны банк, с другой стороны клиент, они с собой общаются, да? Но, наверное, не между ними, но где-то вот уже чуть в стороне есть гаджет, я его так назвал, гаджет, да? И он тоже диктует, то есть клиент диктует, банк диктует, да, какие-то там условия или там необходимые вещи. И гаджет, и вот к нему тоже идут стрелочки. В принципе, такая схема имеет место быть, Константин? Ну, по сути, это гаджет и их разнообразие, это один из интерфейсов взаимодействия клиента и банка. И от того, что это за устройство, да, то есть... Слово гаджет ты не любишь, я смотрю. Почему нет? Гаджет вполне хорошее слово. Ну, ты, конечно, по русски синониму тебе не подобрал. Нет, я просто к тому, что ведь интернет-банкинг, он стационарный тоже может быть, и нельзя исключать того, что вот, например, на новых устройствах на Windows 8 есть точно такой же интерфейс, тачскрин, но это все-таки не гаджет, это там все еще ноутбук. Вот мне кажется, что очень важно не только, что там механическое находится внутри, но и софт, вот не так давно был случай при обновлении iOS 7, что большого количества банков просто не проходили платежи, и на самом деле это... после обновления. Это очень хорошо продемонстрировало ту ситуацию, что мобильный банкинг, он перестал быть просто какой-то вещи в себе, да, то есть это не только для гиков, это уже необходимая вещь, без которой просто невозможно в конкурентной среде существовать. А, кстати, по какой причине, да, банки не смогли заранее к этому подготовиться, да, каким-то образом? По сути, да. Ну, очень редко так бывает, что банки самостоятельно разрабатывают свое мобильное приложение, это все равно некий аутсорсинг. И если банк сам не позаботится о том, чтобы аутсорсинговая компания внесла соответствующие изменения, то их никто и не сделает. Серьезно? Конечно. А аутсорсинговая компания, у нее, конечно, нет мыслей по поводу того, что сейчас грядет обновление, да, этой самой системы операционной, и могут быть проблемы. Ну, редко так приходят и говорят, вы знаете, вот у вас сейчас будут проблемы, да, но аутсорсинговая компания, если у нее есть заказ, она его делает, если нет заказа, то, собственно, не делает. Это такие товарно-денежные отношения классические. Жень, ты как к таким отношениям относишься? Да нет, ну, очевидно, что все-таки банк должен держать всегда руку на пульсе и смотреть на ситуацию на рынке текущую. И если мы говорим, то, поговорим, мобильное приложение. На мой взгляд, сейчас с выходом Windows 8 и тех гаджетов, которые сейчас появляются на рынке, любое приложение уже мобильное. То есть то безумное количество планшетов на Windows 8, которые Microsoft, собственно говоря, помогает наполнить рынок, оно помогает людям отказываться постепенно уже от ноутбуков, и продажи планшетов постепенно догоняют планшеты ноутбуков, а в некоторых странах уже превысили. Потому что люди, когда приходят в магазины, для них это, может быть, уже первое устройство, которое они покупают. И для многих людей, в нашей стране в том числе, первым устройством становится планшетный компьютер. Потому что там удобные фотографии смотреть, оно быстро работает, и все приложения, которые там есть, это единственный способ для них вообще работы и существования. Я хотел как раз уточнить, преимущественно сейчас, почему действительно потребитель склоняется в пользу мобильных гаджетов, устройств планшетных, от стационарных и переносных. Потому что они просто удобнее. Потому что других скоро не останется, в принципе. То есть какие-то вот такие компьютеры будут, как у вас в студии, например, которые нужны для каких-то специальных задач. А в основном, ну, планшет там достал, что-то посмотрел, посмотрел, сколько денег у тебя в банке, сделал пару платежей, пообщался с друзьями, ответил на почту, и все, тебе не нужен обычный стационарный компьютер в принципе. То есть к этому, собственно говоря, все идет сейчас постепенно. Да, Кост? Да, очень мало людей просто, которые продолжают производить контент, и для производства контента как такового, скорее всего, удобнее работать с физической клавиатурой. Ну, для потребления контента и для осуществления каких-то бытовых платежей вполне хватит того самого мобильного устройства, мобильного гаджета, если позволите. Да, это нормально, мобильного гаджета. Хорошо, хорошо. Но все равно это взгляд с одной стороны, или даже с двух. Это взгляд со стороны банка и со стороны... Мобильного сервиса. И со стороны гаджета. Но есть же, в любом случае, если мы говорим о неких банковских условиях, то здесь проблема или вопрос номер один, это вопрос безопасности. И в этом случае, естественно, банк вынужден в какой-то момент, ну, признавая вот то, о чем вы сейчас говорите, действительно, да, стационарные компьютеры уходят, там, переносные уходят, все... Это же, наверное, на мой взгляд, накладывает и большие риски. Вот я специально готов скучирую и нашел статистику здесь. То, что есть большая проблема в среднем банкиру, что рост числа мошенничества банковскими картами постоянно растет. По данным организаций, которые занимаются исследованием этих мошенничеств, Россия находится сейчас на пятом месте по объему потерь от пластикового воровства. То есть только в прошлом году эти потери составили 91 миллион евро. То есть это действительно большая сумма. Единственное, что там есть у тебя в этом списке, кто лидирует? Да, раньше нас. Ну, этого, к сожалению, нет. Я знаю, что на Россию приходится 2% от мировых мошенничеств. То есть пока в мировых масштабах не очень много. Ну, 2%, да, это мало. Ну, вы смотрите, Россия, да, если говорить о высоких технологиях, о новшествах... Проблема в том, что не так много людей принимают, если там пластиковые карты, и сами жители не так еще пока активно пользуются, но исходя из того, что те, кто не активно очень пользуются, то они достаточно много денег уже теряют сейчас. Так может быть, именно вот здесь я об этом хотел сказать. Есть здесь взаимосвязь, поскольку у нас рынок-то еще не очень цивилизованный в этом смысле, поэтому и вопросы защиты сейчас стоят. То же самое, как с компьютерами на операционной системе macOS. То есть говорят, что они безопасные, нет вирусов там и так далее, но тут проблема та же самая в распространении. То есть когда этих компьютеров там меньше 10% на рынке, то и злоумышленникам нет смысла писать вот эти операционные системы какие-либо вирусы, потому что их просто мало на рынке, и людей, которые могут быть подвержены этим вирусам, тоже мало. То есть такой забавный замкнутый круг, да, с одной стороны они безопаснее, но с другой стороны они безопаснее, потому что они невостребованы, и для них нет смысла что-то там придумывать. Мне кажется, что в этом смысле довольно забавно, что тот небольшой объем банковских карт, которые активно используются населением, он может быть позволит нам как раз пройти вот эту ступень активного воплощения именно карточных сервисов, перейдя к мобильному банкингу, потому что практически можно уже получить доступ не только к карте, к карточному счету, но и непосредственно к своему там расчетному счету, допустим. И некоторые страны вообще не пользовались картами, а пользовались только мобильными, по-моему, в одной из африканских стран уже полностью все расчеты проходят через мобильные. Может быть это... Не, я представил, да, есть еще примеры, да, когда в политическом развитии наша страна проходила определенные стадии, сразу же, да, переходя из одной, да, через ступеньку в другую. И вот пример твой... Он лучше, надеюсь, будет. Он, безусловно, лучше будет, но он тем не менее похожий, да, что мы можем, так сказать, особенно на пластике не застаиваться, да, а сразу же на новый этап развития. Ну, это проблема, ведь, опять же, распространение. Если у людей больше мобильных телефонов, чем банковских карт, то нужно идти к человеку, потому что у него есть мобильный телефон. Поэтому и в России... Это ты со стороны банка сейчас говоришь, да? Разумеется. Да, да. Первое, сначала появились, я так понимаю, в банках появились операции по СМС, сначала отчетам, потом какие-то легкие там СМС-операции можно было делать, там кому-то, например, деньги можно было перечислять с помощью СМС. Потому что технологии были на таком уровне. Сейчас они развиваются и, разумеется, пришли новые там вещи, которые и в том числе потребители сами развиваются, в том числе, когда появилось большое количество операционных систем. С одной стороны, для банка тоже проблема поддерживать большое количество этих приложений, на разных операционных системах, непонятно, кто там потребитель и что выбирает, а еще и приходят люди и говорят, а почему у вас нет приложения под Windows Phone 8, например? Например. Не работает почему-то. А мы вот пользуемся, и вроде бы неудобно. Причем нас трое всего, да? Но мы же ваши клиенты, поэтому сделайте нам, пожалуйста. В том числе. А для банка это такие серьезные расходы, я так понимаю, и приходится кому-то их нести. А, кстати, вот мы говорили, Кость, о том, что банки, ну, раньше, как минимум, я так понимаю, создавали собственные, да, мобильные платформы, там, операционные какие-то вещи. Сейчас они от этого полностью отказываются, поскольку это не имеет смысла. Ну, я не могу сказать, что полностью отказываются. То есть в любом случае есть какое-то ядро и есть мультиплатформенность. То есть, несмотря на то, что пользователей Windows Phone 8 может быть два человека, тем не менее, если эта платформа считается перспективной, то надо делать приложение для людей, глядя в будущее, а не вот в настоящее. Подожди, а перспектива с какой точки зрения опять? То их сейчас двое, да, и еще двое вот думают о том, чтобы ее приобрести. Ну, если у этих двоих есть там, условно, по миллиарду, как сказал бы один из людей, ныне живущих в Камбодже, то почему бы для них не напрячь и не сделать... Персональную сделать, да. Ну, то есть золотую. Да, и мне кажется, что там, условно говоря, если Firefox OS будет пользоваться большой популярностью, то первые, кто сделает, или хотя бы скажет, что сделает для них приложение, уже будет, ну, по крайней мере, ньюсмейкером. Да, безусловно. А за ним, как известно, могут и остальные потянуться. Потому что, ну, если для них делают, наверное, это не зря. Если звезды зажигают, извините, да, уже за банальную цитату. Нормальные люди. Да, 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 это же кому-то нужно. Ну, это в том числе, да. То есть, ну, операционная система, они развиваются, и это, мне кажется, прекрасно. У потребителей есть выбор. Ну, здесь ключевое слово «развиваются» все-таки, я так думаю, да? Я думаю, да. Спасибо. Значит, еще раз новости, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем тему умного банка, который стоит на службе клиента. В гостях у меня Евгений Козлов, директор по маркетингу Юбанк, и Константин Лось, менеджер по инновациям Промсвязьбанка. Кость, кстати, наверное, дарить чуть позже, но тем не менее, вот это твоя такая романтичная должность, менеджер по инновациям. Ты поподробнее чуть расскажешь, в чем же, ну, как минимум, с нашей, с точки зрения темы нашего сегодняшнего разговора, с чем могут быть эти самые инновации, как они могут выглядеть, хорошо? Еще раз я напомню, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Напоминаю, уважаемые слушатели, вы можете приединиться к нашей беседе, позвонив или написав, ну, и, собственно, поделитесь своими мыслями по этому поводу, насколько, на ваш взгляд, действительно, банк сейчас умный, ну, и служит клиенту, то есть нам с вами. Продолжим наш разговор и еще коснемся немного, коснемся вот пресловутой безопасности. Ну, я так понимаю, да, что, в принципе, да, поскольку это проблема номер один, Кость, да, значит, соответственно, банк очень бдит эту самую безопасность, делает все возможное. Вот сейчас риск по поводу, так сказать, развития технологий связан с тем, что, да, не для каждого мобильного носителя, да, можно, там, высокую степень защиты, тем не менее, предусмотреть. Но, с другой стороны, есть масса примеров, когда, в принципе, да, на уровне законодательства взаимоотношения банк с клиентом не складываются все-таки, потому что, когда идет речь о неких потерях, да, то понятно, что всегда масса вопросов. Ну, и с этим как раз, да, то есть государство установило, там, новую, там, поправку в силу вступила в статья номер 9, закон об НПС, по которой банки обязаны будут немедленно возвращать клиенту средства, ушедшие с его счета без ведома. Все это такая, ну, на мой взгляд, как клиент, может, так немножко затронули тема, наверное, это хорошо для клиента, да, а для банков, конечно же, это потери, которые, на мой взгляд, им придется компенсировать. Хотя они активно борются, и вот сегодня осталось нам очередное заседание комиссии, которое пытается изменить эту самую статью, чтобы сделать ее помягче для банков, потому что, как бы, затраты, которые банки несут, я озвучил, в прошлом году это было 91 миллион евро, собственно говоря, теряется от таких посомнительных операций. Ну, это не только, наверное, от таких операций, все же, там, мы говорим, в принципе, да? В принципе, это защищает человека от воровства денег с его банковской карты, то есть такая благовидная цель, но государство, конечно же, не думает о жуликах, которые не требуются, могут этим воспользоваться, разумеется. И там, насколько я понимаю, главный вопрос, вокруг чего дебаты продолжаются, ну, не нужно никаких, да, юридических подтверждений того, что это действительно... Необходимо лишь подтверждение, что человек не совершал самостоятельно эту процедуру, но, честно говоря, мне кажется, это сомнительным, потому что сейчас условия настолько простые покупки за границей, что человек может находиться где угодно и совершать покупку, там, не знаю, в Голландии, в Америке, где-то еще. И поэтому непонятно, как это будет работать в реале. Но, кстати, смотри, если... Банки уже боятся. Ну, их можно понять. Если предположить, да, ну, предположим, вот такая сомнительная операция произошла, банк на основании того правила, которое ты озвучил, вынужден вернуть деньги, а потом наверняка же, мне так кажется, да, что он сразу не успокоится, банк, я имею в виду, и он пытается, там, какое-то собственное расследование, может быть, затеять, и вдруг окажется, что в результате этого расследования, да, это была некая мошенничная схема. У него есть надежда, что ему эти деньги опять каким-то образом вернутся? Наверное, это лучше знать вопрос председателя банка. И лучше даже службы безопасности, да? Наверное, да. Есть какой-то опыт у вас был похожий? Кость. Ну, поскольку законодательство вступило только-только в силу... Прецедентов еще не так много. Я предполагаю просто, что, во-первых, это ограничение конкурентных преимуществ, которые есть у банков, которые безакцепно возвращают и так деньги, да, то есть теперь это требование, и раньше это можно было делать в качестве одной из опций, сейчас уже нет, к сожалению. Во-вторых, я предполагаю, что такого рода практика, как возвращение или возмещение ущерба предполагается, ну, просто потому что это логично, потому что это бизнес, в котором есть несколько разных вариантов. Ну, поскольку я не знаю официальной позиции банка, и есть ли она вот на текущем этапе, это чисто мое мнение. Но как потребитель, безусловно, это прекрасно. Ну, то есть получается, что мне не нужно проходить какое-то количество инстанций для того, чтобы доказать, что там мои деньги украли. Вот, и я надеюсь, что наши слушатели сплошь являются добросовестными. Безусловно, конечно. То я думаю, что для всех это будет только плюс. Это позитив. Позитивная информация. Полезная. Хорошо. Хорошо. Давайте дальше продолжим. Ну, и, собственно, моя просьба Константину, поскольку ты менеджер по инновациям, все же, да, если можно поподробнее расскажи, вот в чем могут заключаться инновации, вот, касаемые тем сегодняшним разговором. Знаете, на самом деле, на удивление, я менеджер по инновациям немножко не розничный, а именно корпоративные части. И просто в силу опыта и, скажем так, области интересов сюда пришел. Поэтому вот именно с точки зрения развития вот того направления умного банка я, наверное, сказать не смогу. Могу сказать, что завтра у нас будет большое мероприятие, связанное с обновлением лучшего банка 2013 года. я думаю, что там будет просто больше понятно в том направлении, в котором мы видим развитие. Но я, честно говоря, и сам не все знаю, и сам завтра собираюсь пойти и посмотреть. Ну, значит, тогда мы заранее с тобой договоримся, завтра все это послушаешь, внимательно запишешь, а потом через какое-то время я опять приглашу тебя в студию и, естественно, расскажешь. Жень, ну я предположу, что без инноваций не обходится, да, и то, чем вы занимаетесь. Можно как-то? Ну, в том числе, например, мы сейчас активно работаем над следующей версией нашего сервиса, которая позволит там совершенно новые функции, будут внедрены, я не могу говорить там точно какие, но там действительно будет... Те, которых не было, по крайней мере. Те, которых не было, да, и это будет удобный внешний вид, более адаптированный к современным реалиям, он будет работать как на планшетах, так и на смартфонах нормально абсолютно, и люди могут, собственно говоря, пользоваться услугами. Смотри, да, я понял, смотри. А вот, в принципе, если опять с точки зрения клиента посмотреть, то для того, чтобы, да, тот продукт, который вы предлагаете, был, ну, а, конкурентоспособен, и в конечном итоге мой выбор пал бы на него. Вот на что вы прежде всего обращаете внимание? Ну, конкурентоспособен, понятно, это, что в первую очередь людей сейчас волнует этот внешний вид, насколько им удобно и насколько долго они готовы пользоваться этим приложением, потому что смартфоны, как бы, к этому они людей обязывают, да, то есть им нравится приложение, ничего не стоит, это приложение быстро удалить там или забыть о нем навсегда. И здесь очень важно... То есть это важный момент, да? Конечно, внешний вид очень... Чем быстрее я смогу от него избавиться при необходимости. Да, система, возможно, обучение какое-то встроенное в продукт, которое показывает человеку, как правильно пользоваться приложением, какие-то, возможно, там, фишки, которые не сразу видны, но они очень полезны, и человек должен о них знать. Ну, и не стоит забывать, что все-таки наше приложение, оно, как бы, не совсем конкурентно банкам, то есть мы не... Мы в помощь банку. Мы не воруем клиентов у банков, мы даем людям, у которых, допустим, не такой продвинутый банк, воспользоваться приложением, которое даст им возможности хорошего онлайн-банкинга. Если, пожалуйста, если у них банк представляет похожие возможности, так они могут им пользоваться без проблем. Возможно, это не наши клиенты, но кому-то понравится, что есть там друзья, можно деньги очень быстро между ними там обмениваться, неизвестно, какой у тебя банк сейчас там, какой у друга банк. То есть здесь есть какие-то вещи, которые, как бы, в помощь пользователю мы представляем их. А я, являясь клиентом любого банка, могу, собственно, да, закачать ваше приложение, привязать его, да? Да, конечно. Привязать к банковской карте и переводить деньги там любым другим людям, например. Скорее комплиментарный сервис, наверное, получается. То есть, допустим, если обычно бывает так, что у человека несколько карточек, допустим, четыре. Ну, разных банков-то имеющихся. Разных, да, естественно, разных банков. И для того, чтобы удобно через один интерфейс взаимодействовать по классическим операциям, конечно, лучше иметь один интерфейс. Если нужны какие-то специфические операции, которые предоставляет, например, там интернет-банк, условно промсвязь банка, вот, то можно пользоваться им. То есть это не, как бы, в том-то и дело, что там две игры, например, на телефоне не конкурируют друг с другом за телефон, они конкурируют только за время. А здесь фактически вопрос удобства. Если будет удобнее приложение U-Bank, то логично воспользоваться им. Логично, безусловно, безусловно. Ну, да. Я сейчас еще, знаешь, о чем подумал. А есть действительно вещи, опции, да, которые может классический, да, как ты сказал, банк, предлагать, а вот подобное мобильное предложение, как ваше, этих опций не иметь. И по какой причине? Мне кажется, что, безусловно, может, просто потому что мы знаем достаточно хорошо своего клиента. Я имею в виду в плане его операций, которые не совершаются через мобильный интерфейс. То есть у нас есть инструментарий для того, чтобы понять, каким образом он живет, да. У тех, кто не взаимодействует непосредственно напрямую с клиентом, а только через приложение, они знают какую-то ограниченную часть его жизни. И, наверное, нам в этом смысле проще делать какие-то таргетированные предложения. Проще, может быть, там, зная, где он работает, предлагать ему, не знаю, условно, какие-нибудь ко-брендинговые программы, там, с travel, какими-то вещами. С ресторанами, возможно, которые... Рядушком, да, рядом с ним, куда сходить пообедать, да, или вечером куда-то там. Ну, вот у нас есть, да, там, допустим, ресторанная программа лояльности, которая как раз базируется именно на, там, знании того, куда наши клиенты ходят. Это нормально. Ну, смотри, ресторанная программа лояльности, мне кажется, вещь такая очень сейчас распространенная. Юбанк наверняка тоже есть такая программа. Ну, пока нет, но планируем. В планах еще, хорошо, Жень. Да, я скажу, это как некий пример, но, безусловно, необходимо развиваться нам всем. То есть я совершенно не говорю, что мы там достигли сейчас высоты, и дальше некуда расти. То есть очевидно, что мобильные телефоны, в которые входят социальные сети, они тоже подразумевают необходимость интеграции с ними, да. То есть там человека не должно волновать, какой у его друга банк, если он хочет перекинуть ему быстрые деньги. То есть, в принципе, очень много сейчас платежей, которые происходят, там не в плане займа, да, а вот в плане того, что, не знаю, заплатил за меня кто-то... Да, я тебе вернул долг. Совершенно верно. И вот этим практически никто не занимается. И вот если этим заняться, то это очень хорошее ниша. Ну, то есть мы вот как раз и говорим в сторону, да, неких инноваций. Развитие сюда будет идти. Мы сейчас, кстати, через некоторое время, по моей просьбе, давайте, помечтаем, да, в какую сторону будет развиваться мобильные банки. У нас есть звонок. Сначала давайте послушаем его. Дмитрий, день добрый. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте, граждане. Я хочу сказать несколько слов. Вот вы там что-то обсуждаете. Умный банк, еще там чего-то. Понимаете, недавно была придумана такая система, как кредитная карта, вообще карта. Это, ну, понимаете, много денег исчезло с этих карт у граждан. И вот то, что вы сидите, обсуждаете, это следующая фаза нового геморроя. Понимаете, да? Понятно. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Понятно ваше мнение. О рисках мы опять, да, заговорили. О безопасности. Ну и вот наш слушатель, собственно, в таком формате свою мысль озвучил. Но, Жень, прокомментируешь? Да, без проблем. На самом деле, ну, как по поводу геморроя, конечно же, новые все сервисы, они не всегда, возможно, работают идеально. То есть есть какие-то проблемы при их внедрении. Потому что все-таки и нам приходится, в том числе, работать с банками. С банками такими хорошими, с банками, у которых там не очень развита IT-инфраструктура и так далее. Но, тем не менее, решение находится почти в любом случае. И если говорить там о работе системы, то в целом у нас работает довольно-таки неплохо. То есть сравнивая там с другими решениями, мы можем действительно это утверждать. Кость. У меня впечатление просто, что можно практически любую хорошую вещь, которая внедряется, взять и там чем-то негативным окрасить. Ну, безусловно. Это логично. Это диалектика, да. Сначала действительно, да, если внедряется нечто новое, то сначала это сложно, потом это чуть проще, потом остается понятнее. А потом все болезни, о которых наш слушатель упомянул, они, собственно, лечатся. И все вопросы решаются. Так что я думаю, это все нормально. Спасибо. Мы еще раз прервемся, новости послушаем, а потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам. Финам. Мы сегодня обсуждаем тему «Умный банк на службе клиента». И у меня в гостях Евгений Козлов, директор по маркетингу Юбанк, и Константин Лось, менеджер по инновациям «Промсвязь банка». Ну, давайте продолжим. Собственно, как я и просил уже, да, вас, уважаемые гости, может быть, немножко, ну, если не помечтаем, то, по крайней мере, обсуждаем о том, а как, в какую сторону, точнее, да, будет развиваться в дальнейшем вот эта тема в ближайший год, два, пять, десять. Кстати, в прошлом эфире, Жень, да, ты мне показывал волшебные часы, они с собой у тебя сейчас? Нет, сегодня они не со мной, но я по-прежнему пользуюсь им, просто они не подходят в сегодняшний вид. А, это серьезный аргумент, это серьезный аргумент. На самом деле, ну, нужно понять, что новые сервисы в любом случае появляются, если, там, говорить, там, даже всего лишь два года назад не было ни одного сервиса, там, по заказу, там, такси нормально. Люди звонили, и потом ждали, там, часами такси, им говорили, что скоро будет перенесено. Сейчас придется, сейчас придется. И сервисы, например, такие, как Интакси, например, да, мобильное приложение, которое позволяет заказывать, в том числе, там, не знаю, да и куча их сейчас существует, в принципе, которые позволяют удобно и классно заказывать машину, ты видишь на карте ее, она приезжает к тебе, и при этом еще можно оплатить карты. То есть, вот, ну, в чем еще должны быть преимущества? Ну, конечно, для людей это удобно. И, разумеется, они не всегда работают на рутиме идеально, но в целом, там, из 100%, там, наверное, 90%, 95% все работает, как часы, как задумывают авторы таких сервисов новых, которые появляются только на рынке. Я понял. Кость, в каком направлении будет развиваться? Опять мы будем смотреть на мобильные носители, да, и, собственно, на них ориентироваться, прежде всего. У меня ощущение, что, в принципе, сейчас, возможно, вся индустрия может несколько скорректироваться. То есть, может быть, там, может быть, NFC, как этап мы тоже пройдем. Скорее, все будет идти в сторону, там, Google Glass, все будет идти в сторону идентификации, там, не знаю, по сердцебиению, по, опять же, глазам, почему-то еще. По отпечаткам пальцев, да? Да, скорее всего, да, ну, по отпечаткам пальцев. Отпечатка, смотрите, вот, с отпечатками такая интересная история, да, то есть, оказывается, их легко подделать, то есть, поэтому... Отпечатки пальцев легко подделать? Ну, да, оказалось, что, да, с выхода нового айфона очень достаточно легко вас ведут в том, что, видите, у вас в студии прозрачные стаканы такие. Да, да, да. И остальные отпечатки, их легко можно снять и изготовить по ним слепок, который можно использовать для открытия, в том числе, моего банковского счета, если он к моему пальцу привязан. Я согласен, в принципе. Это не вариант тогда, это не вариант. Ну, это не вариант конкретно в этой ситуации, при этом довольно сложно представить себе, что там, условно, на отрубленный палец, он не реагирует, как говорят, да, а вот на этот отпечаток реагирует. Я говорю сейчас про тенденции, и если такая ситуация возникла, то, скорее всего, ее попробуют как-то урегулировать. Я скорее говорю о том, что у нас будет интерфейсом не мобильный телефон, а интерфейсом будет реальности, которая будет чем-то дополнена. Как мы ей будем управлять, я пока не готов сказать. Ну, вот там, например, Эллон Маск, который почти как железный человек в своей лаборатории над чем-то работает в очках дополнительной реальности, дополненной, точнее, реальности, и с какими-то там перчатками, ну, это буквально уже сегодня. Это не там происходит сегодня, а послезавтра это... Это не фантастика уже, да? Да, конечно. Это уже реальность. Вот, поэтому, скорее всего, будет вот так вот интересно. В этом направлении будем развиваться. Я думаю, да, вполне. Почему нет? Ну, если говорить, там, право на Маск, там, вещи, которые он показывает, они, конечно, слишком на будущее направлены. Я с трудом себе представляю, что можно будет сейчас чего-то сделать такого серьезного для инженера, там, с помощью движения рук, там, без ввод каких-то конкретных цифр, там, и параметров в компьютер, то сложно представить, по крайней мере, сейчас. Ну, платежи можно будет делать ежемесячные вот так? Ну, я думаю, пока нет. Слишком уж не защищен этот... Движение мыслей, да? По трампею, да, телепатически. Я про палец пока, я про мыслей еще нет. Подумал о том, что мне надо квартиру оплатить сегодня, да, и, соответственно, платеж пошел. Тут же предложение приходит. Вот давайте вот оплатить через нас. Да-да-да. Горячую воду, горячую воду, и пошел платеж. Ну, ладно, это все фантазии, да, это фантазии. Может быть, даже все-таки, если это и реальность, то отдаленного будущего. Ну, есть такая штука, называется Big Data, наверное. Мы слышали то, что сейчас очень активно развивается, и все стараются ее использовать, анализируя людей и находя похожих на этих вот людей, других людей. Похожих внешне-то, незакономерности. Похожих по параметрам поведения, по тому, как они себя ведут, как часто они оплачивают, что им необходимо в жизни. Правда, все-таки, смотрите, компьютеры появились в нашей жизни, там, не знаю, у меня, они уже, в принципе, были с детства, там, да, ну, со школы, наверное, может, чуть раньше. Но тогда они не собирали информацию обо мне, они выполняли какую-то конкретную задачу, функцию выполняли. Сейчас же все эти системы, которые вы используете, особенно, которые подключены к интернету, там, ваши платежи, они все хранятся где-то на северах. И эта история, она, на самом деле, является большой ценностью. То есть, проанализировав жизнь, которую люди родились, там, не знаю, в 2010 году целиком, можно будет примерно найти других людей, которые проживают жизнь, скорее всего, именно таким же образом. И на разных этапах жизни предлагать им те услуги, которым необходимы. Когда-то кредит, когда-то, там, не знаю, может быть, кредит на образование, на машину, там, и так далее. Потому что системы эти аналитические, они будут уже понимать, что человеку нужно до того, как человек этого захочет. В этом, собственно, суть всех этих систем, которые сейчас существуют. Но это не, как бы сказать, не двояко выглядит. С одной стороны, это, безусловно, шаг, да, огромный шаг в направлении улучшения клиентского сервиса, а, с другой стороны, это как-то цинично, да, внедрение в личную жизнь. Ну, маркетологи, конечно, смотрят на все, это достаточно цинично. Ну, маркетологи, они циники известные. Сейчас уже есть сервисы, которые там помогают лучше узнавать людей, которые пользуются своим сервисом и предлагают своевременные им различные услуги, ну, например. То есть, они это уже текущая реальность. Я думаю, что лет через 10 это все очень сильно разовьется, и выйдет не только в интернете, где-то будет происходить там на своем компьютере, а в том числе и в реальной жизни. Кстати, большое количество людей даже готово делиться информацией для того, чтобы им предлагали именно релевантные какие-то вещи, которые отвечали бы их потребностям. Ну, здесь опять тонкая грань, да. Вот я готов делиться информацией для того, чтобы мне предлагали релевантные, как ты говоришь, да. А какой-то недомосовестный маркетолог, Костя, я сейчас, Жень, я смотрю на тебя, я не о тебе, хоть ты директор по маркетингу. Надеюсь, не о тебе. Да, безусловно, не о тебе. Вот, он скажет, да, ребят, давайте мы еще и вот это ему предложим, а потом еще вот это, вот это, и тогда уже что мне делать? Все прекрасно становится. Жизнь хороша. Жизнь удалась. Ну, дай бог. То есть, опять, надо говорить, да, о неких, так сказать, личных человеческих качествах каждого конкретного индивида. Разумеется. Ну, очевидно, что платежи в эту же сторону направляются, то есть, они уже электронные, уже не нужно идти в банк оплачивать какие-то свои квитанции. Уже это можно делать, находясь у себя дома, в диване, в руке держать телефон, оплатить все эти штрафы необходимые, которые тебе государство начислило. Их оплатишь спокойненько, и все. И лежи себе на диване лежишь. И лежи себе на диване, да. То есть, к этому все идет, что люди, им как бы для комфорта все представляют, чтобы все было удобно и хорошо. И человеку хорошо становится. А правильно рассуждать, Женя, с той точки зрения, что, ну, сейчас все-таки, да, мы в каком-то пограничном времени находим, потому что большая часть наших сограждан, ну, постарше люди старшего возраста, для них все эти вещи, да, это новости, это революция, и многие из них как-то не особенно, да, в этом направлении не развиваются. У них по-прежнему им хочется, наверное, хочется, я так предполагаю, да, сходить в тот же самый банк, открыть дверь, запорить с кассиром, говорить с кассиром. Это удобно, да, да, да. Хорошо. Там еще и знакомых, кстати, и привычно. Да, разумеется, такие люди всегда есть, если говорить там про внедрение инноваций, то есть всегда, примерно, 1-2% людей, которые на ура воспринимают инновации, так называемые гики, да, то есть люди, которые первыми пробуют различные технологии, они открыты, они готовы к ним. И ждут они их с нетерпением. Ждут они их с нетерпением, разумеется. И от того, как 1-2% воспримут какую-то технологическую новинку, зависят следующие там 25-30% людей, которые купят новую вещь, там, не знаю, телевизор с 3D, только потому, как этот процент вот сказал им, что это хорошая штука или там это фигня полная. И они не будут покупать, потому что вот проценты считают, что не очень. Но ты как маркетолог, я так понимаю, рассуждаешь сейчас, потому что действительно у вас вот целевая аудитория номер один, это вот эти люди как-то с гиками. Гиками, да. Ну, конечно, люди, которые уже готовы к инновациям, и они смотрят на этот мир позитивно, и стараются попробовать как можно большее количество сервисов. Хорошо, но ты как циник-маркетолог, все-таки ты мне скажи, да, будет идти время вот тех людей, о которых я говорю, ну, как человек более взрослый в этой аудитории, и их становится больше естественным путем. В том числе, да. Их будет все меньше, все меньше, и потом вообще оффлайны, да, оффлайновые офисы закрываются. Нет, ну, психология так устроена, что есть всегда люди, которые медленнее, как бы, трубают новые технологии, и они относятся к ним очень настороженно, и есть большой процент людей, которые до сих пор готовы купить обычные. Вот об этом речь, да, то есть дело не в возрасте все-таки, да? Это не в возрасте, это структура такая, просто общество так устроено, да. И причем это от страны достаточно слабо зависит, это, в принципе, по данным исследований, это вот по всему миру примерно такая статистика есть, существует. То есть от страны действительно, да, Костя, это слабо? Ты вот про Африку заговорил, когда мы говорили там что-то. Ну, слабо зависит от страны, но сильно зависит от силы, скажем так, коэффициента амбассадорства, тех самых двух-трех процентов. То есть если они будут активно продвигать, если они возьмут на себя просветительскую функцию, если там мы расскажем своим родителям, как реально можно сделать интернет-платеж, то есть если мы их не научим, то сами они, скорее всего, не научатся, несмотря на все прекрасные там демонстрации, да, и обучающие геймификации элементов там интернет-банком, не смогут. Если мы научим, они будут, и тогда в своем круге они могут стать ровно такими же амбассадорами. К большому счету у нас вот идет там несколько мегапроектов по повышению финансовой грамотности, но реально может быть... В России, в России, в России вообще. Но может быть, людей просто можно научить пользоваться интернет-банком, и это уже будет большой прорыв. И они, собственно, да, могут заняться самообразованием, если говорить о грамотности, да? Да. То есть в этом направлении, наверное. Я думаю, да. Примерно в этом направлении все и происходит. И я знаю, что многие страны, там, в Европе, большая часть средств направляют, в том числе, на образование и обучение пожилого населения, строить специальные компьютерные классы, где происходит, собственно, обучение старшего поколения, скажем так. Ну, мне понравилась кое-что твоя фраза о просветительской деятельности, о просветительской миссии даже. Я надеюсь, это то, чем мы сегодня здесь занимаемся. Безусловно, конечно, конечно, конечно. Потому что в этом же направлении, в любом случае, да, и наш разговор сегодняшний, ну и тема. Так вот, давайте, учитывая, что осталось совсем мало времени, все-таки, на ваш взгляд, банк на службе клиента, или у них какие-то партнерские отношения, или, может быть, наоборот, какая-то история складывается. Нет, со своей стороны, могу сказать, что банки были, есть и будут, они никуда не пропадут, я не вижу, во зрелом будущем. Просто сервисы, которые сейчас появляются, они позволяют людям, привыкая к одному интерфейсу, пользоваться им на протяжении всей своей жизни, или насколько им это нравится. То есть они получают удобный интерфейс для управления своими средствами, и только лишь рынок, и сами потребители покажут, кто на этом рынке, собственно говоря, сильнее и привлечет больше пользователей. Кость. Ну, мне кажется, что банк, безусловно, для клиента, потому что без клиента банк просто не существовал бы сам по себе. Ну и на службе или нет, мы за партнерские отношения, и, собственно, в таком направлении выстраиваем нашу внешнюю коммуникационную стратегию в плане взаимодействия. То есть мы советуемся с клиентами, какая им нужна услуга. Кстати, вот Жень тоже об этом говорил, да, вот это вот двустороннее общение, что называется, да, если есть возможность, то, да, ваш клиент, ваш партнер делится своим мнением, она тоже доступна, да? Она очень важна. То есть даже некоторые услуги именно исключительно на базе клиентского мнения. Деланы так или иначе. То есть вы предлагаете сначала какую-то услугу, а потом советуете с клиентом. Мы спрашиваем у клиентов, что клиенты вам нужно вот в этой услуге. Это нужно? Они говорят, да, это нужно. Они говорят, нет, не нужно. Мы тогда говорим, хорошо, а что еще тогда вам нужно? И после этого мы выстраиваем уже окончательное предложение для широкого круга. Да, такие небольшие эксперименты мы тоже проделываем, и всегда, мне кажется, это такой анализ рынка, только лишь бой он производит. Анализ рынка глазами клиента. Глазами клиента, да, и руками. Спасибо огромное. Очень интересная тема. Я надеюсь, мы еще, да, Кость, ты обещал тем более. Приглашайте. Да, обязательно встретимся еще раз не раз в этой студии. Я еще раз напомню, в студии сегодня Евгений Козлов, директор по маркетингу Юбанка, и Константин Лось, менеджер по инновациям промсвязь банка. Мы обсуждали тему умного банка на службе клиента. Ну и то самое главное. Теперь, по крайней мере, понятно, в каком направлении развитие этого умного банка мы в ближайшее время увидим. Спасибо за внимание. До завтра.